Техническая перезагрузка на Красноярском машиностроительном заводе открылся уникальный научно-образовательный центр. Студенты и специалисты учатся работать на современных станках с числовым программным управлением. И делают на них детали для космической техники. Зачем будущим инженерам борды-симуляторы? И что умеют умные машины? Смотрите в сюжете Ольги Тишениной. Этот научно-образовательный центр уникален для нашего края. Здесь используются современные станки с числовым программным управлением, на которых изготавливают детали для ракетно-космической техники. Процесс становится намного быстрее. Например, время на изготовление вот такой детали сократилось в три раза. Умная машина с ювелирной точностью вытачивает деталь. На этих станках ее можно изготовить самой сложной геометрической формы. Здесь студенты, что называется, могут прощупать технологический процесс. Александр делает за станком деталь для своего диплома. Чтобы получить доступ к интеллектуальной технике, учился месяц. Этот центр для него еще и площадка для апробации своих научных идей. Разрабатываю опытные образцы различных деталей. Тестирую режимы резания, различные другие технологические параметры обработки. В центре готовят операторов и наладчиков станков с числовым программным управлением. Учатся не только студенты. Оттачивают свою работу и опытные практики. По сути, этот центр будет готовить специалистов экстра-класса. Они смогут воплотить в производстве технологии не хуже зарубежных. Да, мы можем приобрести эти уникальные станки, но использовать их на 5-10%. Для того, чтобы использовать их по максимуму, нам необходимы уникальные специалисты. Поэтому образовательная площадка, позиционирование НОЦа как образовательной площадки – это приоритет. А это уже интерактивная часть центра. Борды-симуляторы полностью имитируют работу умного станка. Здесь новобранцы впервые тестируют систему, создают свои программы, через слышку загружают их в станок и получают деталь в железе. Преподаватель все видит и вовремя может вмешаться в процесс. Кстати, этот центр и задумывался как площадка, где будут выращивать кадры. У нас в крае присутствует очень много компаний, которые занимаются всеми видами создания продуктов. То машиностроение для края на сегодняшний момент очень актуально. Это машиностроение нужно и для нефтяников, и для газовиков, и для самих машиностроителей. Государственная миссия тоже в приоритете. Краевые предприятия выполняют заказы обороны. На 2014-2015 год заказ предприятия и модернизация и перевооружение технологическое и техническое оценивается более чем 18 миллиардов рублей. Соответственно, для того, чтобы предприятия справились с этими объемами, выполнили все в срок, ну и в соответственном качестве, безусловно, необходимо готовить кадры. Сейчас нескольким крупным предприятиям Красноярска требуется больше 400 специалистов, а по всему краю таких людей нужны уже тысячи. Поэтому развитие наукоемких технологий сейчас напрямую связано с обучением сотрудников. Ведь перспективного специалиста лучше всего вырастить на собственном предприятии. Ольга Тишинина, Александр Ермошенко. Новости.